Камерную оперу «Бедная Лиза» по мотивам повести Карамзина композитор Леонид Десятников написал еще студентам консерватории. Около года назад хореограф Алла Сигалова решила ставить балет для двух исполнителей. Танцевать она предложила Чулпан Хаматовой и Андрею Меркурьеву. Хореографическая миниатюра и создавалась в расчете на их фактуру и пластику. Очень важно, говорит Сигалова, что они столь разные. Драматическая актриса и звезда классического балета. Два персонажа, которые существуют в этом спектакле, в этом произведении, как музыкальном произведении и как литературном произведении, мне кажется, что это люди, в общем, с разных планет. И вот взяты люди совершенно разных планет. Дуэт балетного танцовщика и драматической актрисы получился гармоничным. У Меркурьева, идеального лирического героя, здесь роль совершенно иная, умного, нервного, капризного юноши. Танис Чулпан Хаматовой, почти сплошной надрыв. Актриса говорит, именно такой и должна быть настоящая любовь. Когда у тебя мало воздуха и вдруг появляется кислород, и ты не можешь надышаться. Для меня это такое состояние любви. Я не люблю любовь в состоянии покоя. Она меня должна провоцировать, я должна пульсировать, я должна жить. Декорации минимальны. Черный фон и три, а затем четыре экрана, на которых транслируют изображение. Черно-белое кино о любви. Фигуры актеров, их тени на фоне светлых квадратов создают удивительно прекрасную графику. Мне очень приятно, если честно, что вы действительно заметили, что это не только сегодняшний день, сегодняшняя хореография, а мы видим действительно какие-то позировки, которые относятся к египетским каким-то действительно позировкам. Я сам, когда уже сидел дома и анализировал спектакль, я находил много-много приемов, много разного языка. Алла Сигалова считает, бедную Лизу будет смотреть и неискушенный в тонкостях современного балета зритель. Ведь одна из составляющих успеха этой миниатюры – популярность Чулпан Хаматовой. Зинаида Курбатова, Сергей Томюк, Ольга Потапенко, Петербург, Вести.